Эту картину называют гимном любви, надежды и прощения. Ее считают эпилогом творческого пути великого художника и его духовным завещанием. Мировое искусство знает немного произведений, равных по простоте и глубине, полотну Рембрандта ван Рейна «Возвращение блудного сына». Великий фламандский художник Рембрандт написал картину «Возвращение блудного сына» на закате своей долгой жизни. После смерти любимой жены Саскии судьба словно отвернулась от Рембрандта, и несчастья потоком обрушились на художника. Его финансовые дела пришли в упадок, картины перестали покупать, имущество пошло с молотка. Преданный учениками, постаревший Рембрандт пишет последнее монументальное полотно, чтобы оставить будущим поколениям свою исповедь и свое прозрение. Внимание Рембрандта не раз привлекала библейская притча о возвращении блудного сына. Это история о том, как непочтительный сын покинул отчий дом и после долгих скитаний, испытав нужду и лишение, вернулся под родной кровь просить прощения. В 1636 году Рембрандт впервые обращается к истории блудного сына, в многочисленных набросках каждый раз переосмысливая встречу отца и сына. В ранних вариантах сын, надеясь на прощение, бурно выражает раскаяние в своих грехах. Позднее живописец изображал нечаянную встречу отца и сына. И только через 30 лет после начала работы над библейской притчей, в середине 60-х годов 17 века, художник пишет монументальное полотно. По сюжету и композиции, картина «Возвращение блудного сына» далека от сложившейся традиции изображения этой притчи. Действие картины разворачивается на небольшой площадке перед домом. Оборванный нищий с бритой головой каторжника, стоя на коленях, прячет лицо на груди старца-отца. У старика нет сил обнять сына. Он просто осторожно прикасается к нему, не смея поверить в его возвращение после долгих лет мучительной разлуки. Встреча отца и сына происходит на стыке двух пространств. В глубине картины угадываются очертания отцовского дома, а перед ним подразумеваются безграничные просторы и схоженных сыном дорог. Отец и сын как будто только что сделали шаг друг к другу. Невольные свидетели этой сцены застыли потрясенные ее величием. Ни одно движение, ни один жест не нарушают звенящего безмолвия. И физически ощущается замедлившееся, практически остановившееся время. Традиционно при изображении библейского сюжета о блудном сыне художники показывают радостную встречу, которая заканчивается пиром. А на картине Рембрандта «Возвращение блудного сына» мы не видим радости. Нет ни улыбок, ни сияющих глаз, ни даже счастливых слез. Рембрандт пренебрег этой традицией и создал трагическое полотно. Рембрандт, как и другие мастера фламандской школы живописи, был мастером работы со светом и тенью. Практически в каждой его картине центральные персонажи находятся в луче света. При этом источник света неясен. Персонажи будто светятся сами. Только на одной картине Рембрандта «Святое семейство» видно, что свет льется из окна. Глядя на полотно «Возвращение блудного сына», создается ощущение, что светится чело и руки отца, а стоящий на коленях блудный сын залит этим отраженным светом. Хорошо освещено лицо бородатого мужчины в алой мантии. Возможно, с помощью света Рембрандт хотел подчеркнуть, что перед нами еще один герой притчи – старший сын. Он не просто свидетель, он – участник происходящего. Художник использует скупую цветовую палитру, создавая единый сливающийся тон полотна, на котором особым эмоциональным акцентом становится алое одеяние отца, человека, наделенного властью и святостью. Алый цвет его плаща символизирует надежду, любовь, страдание и прощение. При написании картины «Возвращение блудного сына» художник использовал не только кисть, но и шпатель и черенок кисти. Отдельные детали он писал пальцами. Так, например, написана пятка левой ноги блудного сына. Тема искушения и блуждания человеческого сердца была одним из вариантов главной темы Рембрандта – трагического пути человека в процессе познания мира и самого себя. Его блудный сын – это не просто мифический евангельский герой. Это человек вне времени и вне эпохи, любой, кто прошел через беды и унижения. Рембрандт видит себя таким же блудным сыном. Его близкие умерли, а бывшие почитатели насмеялись над ним. Одинокий нищий художник, переживший и славу, и забвение, приходит к Богу за прощением. Весь свой жизненный опыт Рембрандт вкладывает в эту картину. Он прощает своих обидчиков и не ропщет на судьбу. Картина «Возвращение блудного сына» стала исповедью Рембрандта ван Рейна и духовным завещанием великого художника. Рембрандт «Возвращение блудного сына» Рембрандт «Возвращение блудного саторга» Субтитры создавал DimaTorzok